привет всем сегодня у меня очередная психологическая тема я очень бы хотел придумать какой-нибудь хлесткий термин из латыни или русского или английского но ничего не придумывается так что открывая конкурс комментариях хочу поговорить об интересном явлении которые многие многие встречали но немногие на нем фиксировали внимание и осознавали думаю что сейчас когда я буду рассказывать что я имею ввиду многие поймают себя на том что у них такое было они это знают и может быть даже придумают собственные объяснения почему это происходит так что волком в комментарии а тема у меня следующие необычная и прямо скажем контур интуитивная на первый взгляд реакция среднего мужчины на женский комплимент или похвалу дело в том что учитывая особенности окружения в котором мы растем который я уже раскрывал своем ролике про эмоциональный смог даю ссылку в углу мальчики юноши да и мужчины привыкают к определенному протоколу взаимодействия с девушками дамами когда что-то идет не по протоколу это вызывает разные необычные эмоции и провоцирует необычную реакцию а конкретно когда человек большую часть своей жизни провел в негативе и он считает это во многом даже за норму из-за естественный порядок вещей то когда вдруг неожиданно среди всего этого негатива ему прилетает какой-то комплимент или похвала или даже просто улыбка а большинство мужчин в лучшем случае теряются такой ситуации кто-то теряется кто-то смущается а самые опытные люди напрягаются потому что знают что с большой вероятности это сигнал опасности это сигнал тревоги с вами задумались сделать какую-то нехорошую вещь вас заманивают вас обманывают хотят отвлечь ваше внимание усыпить бдительность в общем что называется следите за карманами так что тревога напряженность хотя и выглядит на первый взгляд несколько парадоксально в ответ на комплимент или улыбку но на самом деле являются просто выражением концентрированного опыта полученным за всю предыдущую жизнь увы к сожалению и в этом смысле такая реакция абсолютно оправдана и наверное в нашем обществе является здоровый нормальный правильный и вероятно убережет вас от многих многих неприятных вещей по жизни к сожалению одновременно она также и отгородит вас от некоторых приятных вещей но это что называется сопутствующие разрушения популярной культуре регулярно разыгрываются такие комедийные или около комедийные моменты когда женщина либо хвалит мужчину либо сама проявлять к нему инициативу и если мужчина после некоторого колебания все-таки склоняется к тому чтобы поддаться воспринимает эти комплименты всерьез как правило дальше он становится объектом какого-то розыгрыша или шутки то есть правильно ожидать скрытой камеры где-то рядом ну или какого-то иного выставления себя дураком что-то вроде анекдота такой большой а в сказке веришь вот например приходит на ум сцена в фильме люди в черном когда девушка в морге начинает проявлять инициативу главному герою главный герой покупается но довольно быстро оказывается что девушке нужна помощь и она таким завуалированным способом пытается показать что ей нужно вмешательство извне всего лишь навсего а тем что на секунду в это поверил на полном серьезе он просто выставляет себя дураком который нам всем смешно смотреть по телевизору весело ха ха хи хи действительно где это видно такое каким нужно быть дураков чтобы на такое купиться какое-то время назад по моему в жж я видел чужой диалог где женщина вопрошала что-то вроде почему средний мужчина относится к женщинам с таким негативом с каким таким она имела ввиду не знаю на мой взгляд негатив со стороны женщин превышает негатив со стороны мужчин но тут возможно у меня предвзятый взгляд и кто-то из читателей ответил ей примерно следующее это было довольно тонко подмечено мудро жаль что мы про это мало задумываемся по жизни мужчина написал примерно так а что вы думаете средний мужчина видел от женщин по жизни в основном если это не близкая родственница и даже в этом случае не всегда что средний мужчина так называемый на из гай то есть не хулиган но и не принадлежащий к этим верхним 20 процентам избранных что он собственно испытал за свою жизнь за то время пока вот дорос до этой точки что он видел что он пережил что он воспринял какой он видел к себе отношения во всех проявлениях вербально невербально культурно мягко говоря он видел мало хорошего это что на относится так как относится вообще говоря даже удивительно потому что многие из них смиряются и считают это просто за норму привыкают жить в таком режиме и в этом режиме получить что-то искренне положительное от женщины нарушает картину мира не вписывается в нее и поэтому вызывает тревогу и чувство опасности и к сожалению часто эта реакция вполне оправданно почему я вспомнил про эту тему дело в том что меня пустили почитать о чем общается между собой женщина из сообщества очарований женственности англоязычное сообщество которое администрирует сама дикси андолин форсайт специально чтобы я посмотрел что скажем так женщины бывают другие что не все женщины мира говорят так как они обычно говорят и пишут не так как обычно пишут я читаю это уже два месяца и должен подтвердить что подобных форму в своей жизни я не видел нигде не на религиозных сайтах не на сайтах посвященных семьям не на сайтах посвященных психологии не посвященных общению мужчин и женщин нигде и про это вообще как-нибудь стоит отдельно поговорить здесь я хочу только рассказать о совсем свежем посте который получил довольно большое обсуждение и в котором я поучаствовал сам женщина которая судя по всему только недавно начала пробовать практиковать очарование женственности техники и подходы и не просто техники использовать саму философию техники там не работают про это уже сказано много раз так вот эта женщина прожила в браке уже прилично больше десяти лет как я понял и существенную часть этого брака начала его несколько лет она провела скажем так в довольно негативном отношении своему мужу то есть то что мы по-русски назвали бы пилить ну или грубее делать с мозгом сами знаете что и вот недавно он добился некоторого успеха на своей работе скользь об этом рассказал и женщина решила его похвалить сказала это несколькими разными способами и в числе прочего сказала что она им гордится и фишка в том что муж среагировал довольно агрессивно то есть не просто негативно а прямо таки агрессивно разозлился не особо правда объяснив почему именно хотя я думаю что она не смог бы наверное объяснить в общем женщина вышла на форум с вопросом что это было и почему что она могла сделать не так что она могла не учесть где она не так поняла рекомендации ей ответила несколько человек включая меня но в общем все версии колебались вокруг одних и тех же двух трех вариантов кроме банального уточнения с какой интонации ты это ему сказала не понял ли он это как издевку или сарказм вторым по популярности вариантом было он тебе не верит он не может всерьез воспринять то что ты сказала потому что он тебе не верит весь его опыт предыдущий показывает что скорее всего ты врешь возможно с какой-то целью с целью сманипулировать его сделать что-то или ответить что-то думаю что это очень правдоподобный ответ тем более что я во первых видел его со стороны в жизни а во вторых испытывал сам подобное ощущение хотя у меня например злости в таком случае не поднималась мне было скорее такое мелкое раздражение типа ну пропусти уже эту часть дежурную и переходи к тому что ты хочешь на самом деле от меня а что касается фразы это бы горжусь сразу несколько человек заметили что скорее всего эта фраза ставит говорящего на позицию выше чем тот кому это говорится то есть это что-то больше подходящее для родителя говорящего ребенку или начальника говорящего подчиненному похвала это автоматическое признание более высокой позиции и вот этот момент на самом деле мог разозлить человека особенно если он до конца еще не смирился со своей вторичной позиции в доме хотя конкретно его позиция в доме не вторая и даже не третья какая-нибудь 4 или 5 ну по крайней мере так было до сих пор второй момент почему человек мог сильно разозлиться потому что вспомнил про какие-то свои прошлые заслуги которые были даже больше чем то что случилось накануне но они прошли либо незамеченными вообще либо в то время его даже и не молчали и не хвалили опилили вот такая у человека случилась эмоциональная реакция парадоксальная но в то же время закономерное и объяснимы с которой сталкиваются многие женщины которые начинают практиковать очарование женственности среди очарований женственности существует такое понятие как защитная стена the wall of reserve по сути такая психологическая броня который мужчина окружает себя чтобы не дать себя ранить не дать задеть свои чувствительные места то есть он их не показывает не открывает он их наоборот прячет в какой-то момент даже от себя самого и от этой как бы стены отскакивают как негативные явления которых большинство в обычной жизни у большинства мужчин так и положительные тоже к сожалению потому что сквозь настоящую стену не проходит ничто самые невозмутимые люди которые ведут себя стоически или по-английски или даже находят себе силы улыбаться это люди с самой толстой стеной которым не страшно уже практически ничто одна из ключевых техник и подходов описанных очарований женственности это разбор или пробивание этой стены это долгий сложные часто мучительный процесс причем мучительный для обоих участников который многих занимает годы даже если пара только поженилась все равно это занимает годы потому что мужчина обладает стеной который он заимствовал из всей предыдущей жизни он зажил не другой планете а здесь соответственно и приспособился а если пара прожила в браке и брак был в общем негативный то стена может достигать такой толщины что ее уже ничем нельзя разобрать никогда и даже очарование женственности здесь не поможет такое тоже бывает на этом месте наверное я должен сказать стена это хорошо или стена это плохо я не скажу ни того ни другого на мой личный взгляд и это сугубо личный взгляд существование стены объяснимо оправданно и для подавляющего большинства мужчин она играет чрезвычайно важную одну из центральных функциональных ролей в устройстве общей психики личности и реакции на положительные женские проявления скажем так с некоторой тревогой это нормальная реакция и правильнее так и реагировать и только если вы попали в то меньшинство у кого жена или подруга вдруг всерьез начала осваивать техники вроде очарований женственности ну или чего-то похожего и начала работать с вашей стеной вот тут вы можете попробовать немного и помочь просто зная о том что такое явление есть она существует и она почти наверняка есть у вас но это не повод мгновенно разбивать стену потому что для существования стены есть причина и женщина особенно неопытные в этих вопросах может нанести удар в какую-нибудь чрезвычайно чувствительную часть а еще многие и многие женщины знамениты тем что они вполне уверенно могут умышленно наносить сильные удары и это является их целью для узнавания всяких тонких моментов информации из прошлого событий отношений дикарей и прочего и прочего и это явление распространено гораздо больше чем очарование женственности от таких женщин нужно не только защитная стена но неплохо бы иметь и систему так сказать активной постановки помех в одном из следующих кастов я расскажу о своей такой системе которую я назвал тристан ну а сегодня спасибо за внимание порефлексируйте на досуге помните вот такие моменты когда вы негативно или агрессивно реагировали на комплимент или хорошее отношение со стороны женщины и в чем вы думаете были причины или если завтра женщина вдруг проявит к вам что-то позитивное как вы среагируете и почему это интересные вопросы для самоанализа всего наилучшего пока и удачи а